окей друзья это новая серия про гольфа за две недели я переделал реально кучу работы но к сожалению не своей машиной так и бывает когда на работе просто конкретный завал и что же у меня за работа сейчас приведу небольшую экскурсию друг моё рабочее место это для тех кто не знал ему вдруг стало интересно за это время я неплохо так трудился примеру взятой лютый фронт на приору ну как вам такое ли что на приорах по-моему будет очень-очень громко ее кстати надо перетянуть также перетянул далеко не лютый фронт на ниву и много всякой мелочевки слишком много автозвука за две недели давайте вернемся к альфу предыдущая серия была про то как я переваривал правый лонжерона за серию я это не успел все сделать и но к началу этой серии я это все доделал и сейчас я вам покажу что было сделано выглядит это на данный момент как-то так все сварочные работы в принципе закончены но вид честно говоря не особо такой да но ничего страшного как говорится день поможет рихтовка там поможет шпаклевка из этого лонжерончика сделаем такую хуже сказка как здесь и прежде чем ложить шпаклевку надо все это дело обработать грунтом будем использовать эпоксидный грунт для чего во первых он хорошо консервирует металл то есть не пропускает под себя влагу и второй момент он обеспечит более хорошую адгезию шпаклевочки и да консервация металла все это хорошо но надо обеспечить что под грунтом не был просто ни намека на какую-либо коррозию и сейчас мы этим займемся ну и само собой снял обгоревший герметик с обратной стороны чтобы все это дело закрутовать а после замодили кстати забыл же приварить крепление бампера а я с утра еще думаю блин надо сварочную убирать уже в принципе он нам не скоро понадобится а тут раз этот штук на ваза впадается эта штука реально неплохая она хорошо удаляет неглубокую коррозию но к сожалению и не везде подлезешь поэтому нам не обойтись без самодельного маленького пескостриночка но а а а а а а а а и финишный этап проходимся скотч брайтом хорошенько обезжириваем стоит задуматься только подставительная работа лишь для того чтобы нанести грунт а 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 ну а что насчет шпаклевки в общем есть вот такая баночка волосянка только черная то есть никак все привыкли зеленая она черная вроде как по заявлению производителя она более эластичная мне кажется одна херня в общем должно уйти примерно меньше вот этой банки ну а в качестве финишной будет вот обычная финишная шпаклевка доводочная но я в принципе сюда практически не ушло то есть я вот обычность шпаклевка со стекло окном вытачивал прямо практически в идеал так что у нас тут пригодится вот 250 грамм грамм 50 наверное все равно сверху будет все это опять заливаться эпоксидным грунтом и до шкуриваться до выравниваться так что друзья начинаем окей друзья как видно уже правый лонжерон готов но это не чистовая это черновая работа то есть он сейчас немножко постоит под вылезут всякие небольшие косячки где не шпаклевочка подпросять какой-нибудь картерочек и в принципе сейчас я уже вижу где небольшие огрехи в моей подготовке это все исправится уже непосредственно перед покраской в общем в принципе самая сложная работа и которую я боялся и не знал получится так как я хочу или нет закончена получилось слава богу так как я хотел и в следующей серии уже приступим к моторному щиту но с моторным щитом не так все просто и понятно ну как там все так же просто просто помимо уже сварочной работы добавится и другая работа но это уже непосредственно увидите в следующей серии да кстати я же вам говорил то что хочу вести сколько потрачено на гольфа в течение какого-либо этапа на данном этапе было потрачено 10 тысяч рублей ну там с копейками это было куплено шпаклевка грунтовка пистолет для грунта для мавиля герметик но это все потом пригодится сейчас не носили еще не герметик там в некоторых местах надо будет потом покажу вот заправлен газовый баллон сварочная проволока благо весь инструмент сварочной машинки всевозможные у меня были то есть на них пытаться не пришлось что очень сэкономило мои финансы вот в общем если вы досмотрели до конца этой серии значит более менее вас это заинтересовало поэтому подпишитесь и поставьте лайки дальше будет интереснее будет набираться обороты в общем друзья до новых встреч подписывайтесь